Владимир Владимирович, обращаясь к посланиям, вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом. Таким образом, предложили план развития страны, совершенно удивительный. Это другая Россия, с другой инфраструктурой, другой социальной системой. Ну, просто страна мечты. Но так и хочется спросить, задать ваш любимый вопрос из Высоцкого. Где деньги, ЗИН? Мы их заработали вообще? Во-первых, это всё свёрстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации. Всё полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер. Потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. В целом правильно, но мы и в 2018 году дополнительно планировали направить на развитие экономики, социальной сферы. 8 триллионов, а потом увеличивали эти расходы. Я думаю, что вполне вероятно, если всё сложится так, как и говорят оптимисты из вот этой среды, о которой я сказал, экспертов, то мы можем и должны и сможем увеличить эти расходы по различным направлениям. То есть мы говорим как раз о шестилетнем периоде? Именно так. Именно речь идёт о шестилетнем периоде. Мы сейчас верстаем бюджет на трёхлетку, на трёхлетний, как мы говорим, период плановый. Но, конечно, мы всё, когда готовились к посланию, я говорю, мы готовились к посланию, потому что команда целая работает. Мы исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными, именно наши следы. Но всё-таки есть буквально ошеломляющие проекты. Например, трасса Сочи-Джубога, 130 километров, из них 90 километров тоннеля, остальное, наверное, мосты, так судя по ландшафту. Три миллиарда, полтора миллиарда в первые три года только. А трасса в идеале должна быть готова в 30-м году. То есть, вообще, вот насколько такое необходимо и хватит ли на победу? Людям необходима эта трасса. Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Все где-то в районе Геленджика и останавливаются, в Новороссийском. Потому что трасса тяжелый очень, серпантин. Там существует несколько вариантов строительства, мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубога, или сначала делать от Джубоги до Сочи, делать этапно, некоторые члены правительства предлагают. Другие считают, что нужно делать сразу всё, потому что иначе будет узкое горлышко от Джубоги до Сочи. Поэтому первая часть, если смотреть от Новороссийска, она так более или менее вроде как приличная, и покрытие неплохое. Но узкое очень. И если мы сделаем до Сочи как первую часть, то в этом небольшом пространстве могут возникать пробки, которых и сейчас нам достаточно. В общем, это мы определим со специалистами, как, какими этапами. Но делать нужно. Нужно определить, конечно, окончательно стоимость проекта, добиться того, чтобы все оставались в рамках этих планов финансовых. Прежде всего, интересы людей, но и экономика, развитие территории на юге страны, это очень важно. Но, школько мы можем позволить себе столь масштабные инвестиции, то значит страна стремительно богатеет. Тем более, в условиях СВО, в условиях почти 15 тысяч санкций совершенно диких, тем более мы ставим перед собой еще задачу снижения бедности, в том числе и у многодетных детей. Ну не слишком ли дерзко вообще? Нет. Вот смотрите, мы когда, если вернуться к этой дороге, я когда обслуживал с членами правительства, ну, как известно, Минфин, он всегда такой, в хорошем смысле, эскупердей, все очень консервативно отходит, относится к тратам. И то министр финансов мне сказал почти засловно, говорит, это против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал. То есть надо катать все по лицу. Вот, и он прав, потому что, ну, особенно это для семьи с детьми. Что касается того, богатеем мы или не богатеем, экономика растет, это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными организациями, экономическими, финансовыми. Мы действительно стали по предмету покупательной способности обогнали федеративную республику Германии, заняли ее место, пятое место среди крупнейших экономик мира. Экономика Германии сократилась на 0,3% за прошлый год, а мы выросли на 0,6%. На небольшой процент выросла Япония. Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира. Причем в небольшой перспективе, в недалекой перспективе. Но, и здесь нужно сказать честно, объективно, есть разница между качествами нашей экономики по предмету покупательной способности, то есть по объему. Мы действительно сейчас пятые, и есть все шансы занять место Японии. Но структура экономики этих стран, она, конечно, выгодно отличается от нашей. И нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция, первое. И второе, чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать. А что касается доходов, но по паритету покупательной способности, это очень важно показать. Это объем, величина экономики. Это значит, что в распоряжение государства через налоговую систему всех уровней поступают средства для решения стратегических задач. Это дает нам возможность развиваться так, как мы считаем необходимым для нашей страны. Кстати, вот вы говорите о структуре, о необходимости именно структурных перемен в нашей экономике. Но ведь именно это и заложено было в вашем послании, и именно так ставится задача, чтобы инновационные отрасли росли быстрее, чем в среднем экономика. Ну да, конечно. Я уже об этом сказал. Структура, вот над чем мы должны работать. И от этого зависит будущее нашей экономики, будущее трудовых ресурсов, эффективность, производительность труда. Вот одна из главных задач сегодня – это повышение производительности труда. Потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективного развития – повышать производительность труда. Это, в свою очередь, значит, что мы должны увеличить инновационные начала экономики, ну, скажем, увеличить плотность роботизации. У нас сегодня на 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. А нужно, чтобы было как минимум 1000 роботов на 10 тысяч работающих. По-моему, вот так в Японии, по-моему, дело обстоит. То есть, а чтобы могли люди работать на такой новой технике, ну, не только на робототехнике пользоваться, но и другими современными средствами производства, нужно их готовить. Встаёт другая проблема – это подготовка кадров. Вот для этого у нас целые направления обозначены, в том числе инженерной подготовки. Ну, наверняка вы обратили внимание, у нас сейчас 30 таких современных инженерных школ по всей стране мы уже запустили. В этом году запускаем ещё 20, и будет 50, и ещё 50 планируем в ближайшие годы. Поэтому вот по этим направлениям, это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться. Ну, чтобы уж покончить с санкциями, многие высказывают идею создать специальный орган, который бы занимался санкциями, их отражением. Ну, в общем, понятно, обороны от санкций. Предполагается нечто подобное, или в этом нет никакого смысла? Нет необходимости просто. Мы анализируем и правительство, и Центральный банк, и Совет безопасности, анализируем всё, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции. Недобросовестная конкуренция, прикрываясь какими-то политическими или соображениями военного характера. Это так было в авиастроении, так в очень многих других отраслях происходит. Ну, что ж, мы живём в таком мире, который есть, и мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело. И до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно. Но коварство Запада санкциями не исчерпывается. Вот прямо цитата из вашего обращения. Запад пытается втянуть нас в новую гонку вооружений, чтобы измотать и повторить трюк, который им удался в 80-е годы СССР. Как здесь, сколь велик у нас здесь запас прочности в условиях гонки вооружений фактически? Здесь нужно, чтобы на каждый вложенный в оборонку рубль мы получили максимальную отдачу. Действительно, во времена СССР там никто не считал этих расходов, никто не гнался у нас, к сожалению, за эффективностью. В этом году оборонные расходы составляли около 13% ВВП страны, Советского Союза. Я не буду ссылаться на нашу статистику, сошлёмся на Стокгольмский институт. В прошлом году у нас оборонные расходы составляли 4%, а в этом году 6,8%, то есть мы подросли на 2,8%. В принципе, это заметный рост, но абсолютно не критический. В Советском Союзе было 13%, а мы сейчас 6,8%. Надо сказать, что оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной. Но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Вот этот извечный вопрос, что выгоднее, пушки или масла, мы имеем это в виду. Хотя, повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданскую отрасль производства, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь. Но, во-первых, у нас расходы, конечно, не сопоставимы. Сколько в Соединенных Штатах? Они там 800... Под 900 уже миллиардов. Под 900, ну, 860, там, плюс 70 миллиардов. Это же абсолютно не сопоставимо с нашими расходами. Мне кажется, там распиливает, потому что у них ни гиперзвука, ни ничего. Нет, я сейчас объясню, в чём дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в чёрную дыру всё уходит, там ничего не сосчитать. Вот там идёт основной распил. Хотя и при производстве средств поражения, вооружений, в целом, там тоже тратятся такие деньги, которые трудно оценить. Вот если посчитать, сколько стоила у нас, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны, известная, да? И одна из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – авангард, межконтинентальная ракета, планирующая блок межконтинентальной дальности. Ну, просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО. Вот таким образом и нужно действовать. Ну, и, конечно, без всяких сомнений, сама экономика наших вооруженных сил, она должна соответствовать сегодняшним требованиям. Владимир Владимирович, слово «справедливость» – это магическое слово для русского языка. Вы очень аккуратно им пользуетесь, но всё же однажды вы произнесли это слово в своём послании, и оно прозвучало, как молния. Вы сказали, что распределение налогового бремени должно стать более справедливым в России. И предложили правительству подумать, в каком направлении подумать. Вы знаете, действительно, распределение этого налогового бремени должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач, и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью, всё-таки больше должна отделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают, если сказать… Прогрессивный налог. Ну, да, по сути, прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать, и таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Ну, мы планируем там снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, и ещё целый ряд предпринять шагов по этому направлению. Мне кажется, что общество воспринято это абсолютно нормально. Первое. А второе – сам бизнес от нас чего просит. Просит, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали её больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса. Вот этим правительство должно заняться в самое ближайшее время и вместе с депутатами Государственной Думы представить предложение. Значит, а прогрессивный налог мы никого не спугнём? Мы раньше всё время боялись кого-то спугнуть этим прогрессивным налогом. Нет, не думаю. У нас, в принципе, эта система устоялась. Даже те, которые были ярыми сторонниками этой плоской шкалы, авторами этой плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно. В ходе вашего обращения вы поблагодарили коллег из правительства. Такая была формулировка. Означает ли это, что правительство Мишустина в случае вашей победы сохранится? Ну, всё-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчёта голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно. Вы упомянули снижение налогового времени для многодетных семей. Вообще, дети и демографическая ситуация, эти темы были очень объёмны в вашем обращении. Действительно, вопрос довольно болезненный, потому что демографически Россия тает. И прошлый год стал антирекордным по рождаемости. Ну и, как известно, сейчас на 1... Как известно, рождаемость? По-моему, 1,31. 1,31. 1,31. 1,31 ребенка на одну женщину, детородного способного рожать. Детородного возраста. Но, наверное, нам в идеале нужно было бы удвоить, наверное, три, потому что это буквально катастрофа для общества. Тем не менее, вы предложили довольно масштабную программу поддержки материнства и такого демографического стимулирования. Есть уверенность, что эти меры переломят траекторию и с нисходящей на восходящую? В целом, если исходить со всех мер поддержки семей с детьми, то за шестилетку мы планируем истратить по разным каналам до 14 триллионов рублей. Это огромные деньги. И направлений поддержки семей с детьми их очень много, начиная с общесоциальных, строительства или реновации детских садов, строительства нового школ, ремонта старых школ при денег, порядок в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, поддержка женщин от беременности до 17 лет ребенка. Ведь у нас почти 400 тысяч женщин сейчас получают пособие. Это практически каждая третья женщина, которая ждет ребенка. И 10 с лишним миллионов детей получают пособие. Это такая серьёзная вещь. Мы продолжили систему выдачи обеспечением материнского капитала, мы продолжили выплаты, сейчас решения принимаются, 450 тысяч рублей на семью, если там появляется третий ребенок, для погашения ипотечного кредита. Мы сохранили льготы по ипотечному кредиту для семей с детьми. В общем, там целый набор по очень разным направлениям с целью поддержать семьи. И, конечно, вы уже упоминали об этом, и в этом и борьба с бедностью, потому что, конечно, семьям с детьми гораздо сложнее, чем тем семьям, где детей нет. Это понятно, расходы большие. Но, тем не менее, всё-таки по этому направлению намного удалось сделать. Вот смотрите, у нас, если посмотреть на 20 лет назад, у нас за чертой бедности было, по-моему, 29% населения. Это 42 миллиона человек. Сейчас 9,3% – это по последним данным процента. Но это тоже 13,5 миллионов человек. Конечно, очень много. Конечно, оно может сделать всё для того, чтобы снизить хотя бы до 7%. А для многодетных семей там более скромный показатель, но и он должен быть увеличен. Но из чего мы исходим, когда говорим о проблемах с рождаемостью? Я уже много раз говорил, и специалисты это говорят. Это объективные вещи. А именно, у нас два было спада очень больших в рождаемости во время Великой Отечественной войны, 1943-1944 год. Сопоставимый спад был сразу после развала Советского Союза. Просто один в один. Такое же снижение рождаемости. Ясно, почему развалилась система социальной поддержки, какая бы она ни была, слабенькая в СССР, если об этом можно говорить. Всё-таки она была. А после развала Советского Союза она тоже исчезла почти совсем. Ну, там и нищета началась полная. Ну, чего мне говорить, сейчас даже нет необходимости. Во всём случае, горизонт планирования семьи в эти годы снизился, и рождаемость упала до военных лет. Потом у нас был подъём, и сейчас у нас достаточно большое количество детей, молодых людей, которые через несколько лет вступят во взрослую жизнь и в детородный возраст. И мы исходим из того, что и показатели у нас повысятся. То, о чём вы сказали, это общемировой тренд. Есть только несколько стран, таких с развитой экономикой, которые показывают позитивную динамику демографическую. Во всех остальных странах всё уходит в минус. Это сложная проблема, связанная с экономикой, с жизненными приоритетами женщин. Сейчас, да, лучше не залезать, пускай демографы стараются и рассказывают нам, подсказывают нам решения. Но знаете, что всё-таки настраивает на позитивный лад? Настроение в обществе. У нас 70% мужчин и 72% женщин хотят иметь двух и более детей. И государство должно их поддержать. Это целый большой набор, целый набор мер поддержки, которые мы планируем. Их обязательно нужно реализовать, и мы это сделаем. Но всё же, Владимир Ильич, то есть уверенность, что эти меры переломят ситуацию, пока нет. И вот в конце 90-х, а это известная история, вы сами рассказывали об этом, вы спасли детей своих из пожара, вошли буквально в полающий дом, на второй этаж. А потом вспомнили уже о том, что там ещё где-то и деньги были. Но деньги в пожаре и сгорели. Это говорит о ваших приоритетах. Сначала дети, потом деньги. Может быть, сейчас так и в масштабах страны уж плюнуть, и не 14, а там прям на все. И вот такую программу создать, чтобы гарантированно переломить эту ситуацию. Вы знаете, это нужно смотреть по ходу развития событий, что называется. Вот в начале 2000-х мы предприняли ряд шагов в сфере демографии, в том числе введение материнского капитала, ряд других мер, которые дали очевидный позитивный результат. Значит, мы можем добиваться нормальных, нужных нам целей. То есть опыт такой есть. Опыт есть, конечно, опыт есть. И используя этот опыт, другие наработки современные, всё-таки мы должны рассчитывать на то, что мы добьёмся тех целей, которые перед собой ставим. Ну а по мере развития событий будем корректировать эти меры или добавлять к тем мерам, которые мы будем применять, что-то ещё. Ну, например, вот мы сейчас объявили вот семьи. У нас новый проект появляется, национальная семья. Там есть такие элементы, которых мы раньше никогда не применяли. Ну, например, 75 миллиардов будет запланировано тем регионам, где рождаемость ниже, чем в среднем по стране, а в основном это центральные регионы России и северо-запад. 75 миллиардов – это приличные деньги. Надо только ими грамотно распорядиться. Вот есть ещё такой компонент, как уход за пожилыми людьми, есть другие меры поддержки. Нам нужно, а, поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Ну, здесь, конечно, это самый главный интегральный показатель нашей успешной или, может быть, работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти. Да, но везде в мире есть ещё и третий инструмент решения демографических проблем – это иммиграция. О каких цифрах здесь может идти речь в этот шестилетний период, и что означает системность в этой работе? Иммигрантов, если говорить о рабочих мигрантах, у нас не так уж и много по сравнению с другими странами. Они от общего числа работающих составляют 3,7%. Но они сосредотачиваются в тех регионах, где экономическая жизнь наиболее активна, и там их, конечно, на порядок больше. Это Московская область, Москва, северо-западный регион, некоторые регионы севера, где уровень заработных плат приличный. Но без всяких сомнений, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей – и местных, и региональных, и федеральных. Здесь о чём хотел бы сказать? Вот очень важная вещь. Ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы. А значит, для того, чтобы решать эту проблему кардинально, сейчас возвращаюсь к тому, о чём мы уже говорили, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. Для этого нужно проведать инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Об этом мы тоже уже говорили. Вот это самое главное, о чём мы должны подумать. Ну а в целом, конечно, миграционная политика – это важный инструмент в экономике. Здесь не грех посмотреть на опыт других стран. В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников. Что такое репатриация и что такое соотечественники у нас уже в нормативной базе отражено, здесь нет необходимости повторять. Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в Российскую Федерацию, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства, в развитие России. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать. А что касается традиционных турэллых мигрантов, здесь нужно тоже подумать о том, как их готовить к приезду в Россию, в том числе с нашими партнёрами в странах, где они проживают. Это, значит, изучение русского языка, наших традиций, культуры и так далее. Нужно так, чтобы и о них здесь заботились, по-человечески к ним относились, так, чтобы они интегрировались в наше общество естественным образом. Вот всё это вместе и должно дать соответствующий, надеюсь, позитивный эффект. Ну да, и, разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации. И, конечно, очень востребовано соблюдение санитарных норм и так далее, и так далее. Это обеспечение безопасности граждан Российской Федерации должно быть на первом месте. Ну, русские, наверное, самая большая разделённая нация в мире. И вот у вас был разговор с лидерами России, и один из ваших собеседников сказал, что в Запорожской области мы обнаружили, что они такие же русские, как и мы. И для них это было такое впечатление, что это прозвучало каким-то откровением. И, ну, в общем, действительно так. И мы сейчас прирастаем и новыми регионами, и вот Одесса, русский город. И вот, наверное, большая надежда здесь, наверное, на этом направлении тоже есть. Ну, конечно, это же плотность населения там в этих регионах была всегда достаточно высокой. Ну, климат замечательный. Что касается Донбасса, то это промышленно развитый регион. Во время Советского Союза, сколько Советский Союз вложил в этот регион, в его угледобывающую отрасль, в металлургическую отрасль, там всё на высоком уровне. Да, конечно, там требуются инвестиции для того, чтобы всё было современным, производство. Условия жизни, условия труда людей были выстроены совершенно по-другому, не так, как это было несколько, пару десятилетий назад. Что касается Новороссии, это регион с ярко выраженным развитым сельским хозяйством. Здесь мы будем делать всё для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы, и в желание людей их развивать. А там, знаете как, люди очень талантливые. Больше того, я уже говорил, оттуда уже идут даже налоги в федеральный бюджет. Да, им нужно на этом этапе помочь, поддержать, вытащить на общереспубликанский, на общефедеральный российский уровень. Но они заработают и заработают очень быстро. Исторически совершенно очевидно, что нацистские режимы сами не рассасываются, а исчезают в результате военного поражения. Так было в Германии, в Италии, в Японии. То же самое очевидно будет и с бандеровским нацистским режимом. И мы сейчас продвигаемся по всей линии фронта, судя по сообщению и Министерства обороны, и наших военных корреспондентов. Все же удалось ли найти способ борьбы, когда при наступлении нашей потери меньше, чем в обороне. То есть это такая задача довольно нетривиальная для военного искусства, но она всегда сдерживает наступление. Вот эта убережливость, совершенно оправданная по отношению к нашим воинам-героям. Но вот этот вопрос, он встает, как продвигаться с минимальными потерями. Вопрос понятный, справедливый, но ответ тоже простой. Нужно увеличивать средства поражения, количество и мощь средств поражения, повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооружённых конфликтов подобного рода, это наземные средства поражения, в том числе высокоточка, это артиллерия, бронетехника. У нас развитие идёт без всякого преувеличения семимильными шагами. Вот в этом направлении? Да, так и происходит. В этом и ответ на Ваш вопрос. Чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь. Но всё же встаёт вопрос, какую цену мы готовы заплатить за весь, ну, может быть, слово «проект» не подходит, но за всю эту вынужденную, за весь этот вызов, с которым мы вынужденно столкнулись исторически. Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, она является огромным горем. Но вопрос в чём? Вопрос в том, в определении самого факта того, что мы делаем. Мы что делаем? Мы, по сути, пришли… Вот сегодня встречались, Вы сейчас обратили внимание. Один из участников беседы сказал, мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Вот это, в принципе, ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего. Потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвёртого сорта. С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности. Вот и ответ. Владимир Владимирович, американцы вроде как говорят о переговорах, о стратегической стабильности, но в то же время заявляют о необходимости нанести стратегическое поражение России. Наша позиция звучит, как мы открыты для переговоров, но в то же время время добрых жестов прошло. Они кончились. Так что переговоров не будет. Мы никогда не отказывались от переговоров. Но как без жестов, значит без компромиссов. Это как тогда? Я постараюсь пояснить. Мы когда вели переговоры в Турции, в Стамбуле, я уже много раз об этом сказал. Надо повторить ещё раз, я это сделаю. Больше того, мы с переговорщиками с той стороны вышли на такой толстый флиант, документ фактически, договор, проект договора. И выдержка из этого договора, она имеется, она была парафирована руководителем переговорной группы со стороны Украины, господином Арахамия. Он это сделал, стоит его подпись. Вот она у нас лежит же в администрации. Но потом известно, как сам господин Арахамия поведал миру публично, тоже на встрече, по-моему, с журналистами, с иностранными даже. Приехал бывший премьер-министр Великобритании, господин Джонсон, и отговорил их окончательно подписывать и, соответственно, исполнять этот договор. И пошла тема, которую сейчас вы упомянули. Нужно нанести России поражение на поле боя. Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотопных средств, а основаны на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на Земле. Это первое. Второе. Нам ведь много раз уже, чего только не обещали, обещали не расширять НАТО на восток. Потом мы увидим их у наших границ. Обещали, если так в истории не углубляться, обещали, что внутренний конфликт на Украине будет решён мирными средствами, политическими. Приехали, как мы помним, три министра иностранных дел в Киев, Польшу, Германия и Франция, пообещали, что будут гарантами этих договорённостей. Через день произошёл госпереворот. Обещали исполнять Минские соглашения, а потом публично заявили о том, что и не собирались выполнять этих обещаний, а только взяли паузу для вооружения бандеровского режима на Украине. Нам много чего обещали, поэтому здесь от них обещаний недостаточно. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются. Но это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьёзным разговорам. И мы хотим разрешить все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны чётко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для переооружения, а это серьёзный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. И мы знаем различные варианты, о которых идёт речь. Знаем те морковки, которые нам собираются показывать для того, чтобы убедить нас в том, что момент настал. Мы хотим, повторяю ещё раз, разрешать все споры и данный спор, данные конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности и до противобоствующей стороны. Ну и в данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Вот мы из этого будем исходить. Владимир Владимирович, мне кажется, мы как-то слишком благородно выглядим. Мы не получится так, что они в очередной раз, мы там что-то заключим с ними, а они в очередной раз нас обманут. А мы будем утешать себя тем, что он им это по-честному, они же нас обманули, что наша судьба в конце концов оставаться всё время в дураках. Но ведь, подождите, с тех пор, как американцы, они отчеканили себе медали в 90-е годы за победу в Холодной войне. И с тех пор все эти десятилетия были десятилетиями большой лжи. Как можно вообще надеяться на то, что они пойдут и вот наконец-то заключат с нами честный договор, который они будут выполнять, да ещё с гарантиями для нас? Ну, я не знаю, как с ними быть вообще? Вот как? Неужели вы действительно верите, что такое возможно? Я не хочется этого говорить, но я никому не верю. Так. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. вот об этом идёт речь. Но сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые послу. Я боюсь, что вас будут цитировать в расширительном плане. Вы никому вообще не верите? Либо вы имеете в виду западных партнёров в данном случае, когда говорите, что никому не верите? Ну, я предпочитаю руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять. Ведь, понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия, принимаемые решения, очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны. Владимир Владимирович, ну а что случилось с Макроном? У него что, вообще крыша поехала? Он собирается бойска отправлять французские воевать с нашей армией. Похож на такого боевого гальского петуха. Тем самым испугал всех европейцев. Всё же, как реагировать на это? Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине. Уже давно, ещё до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямую в виде советников, присутствуют в виде иностранных наёмников и несут потери. Но если речь пойдёт о официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружения. Второе, это может привести к серьёзным геополитическим последствиям. Потому что, если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то, думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Но мне так кажется. В этом случае тогда… Потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифовичем Сталином и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут. Но тогда их примером могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй мировой войны. И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения ее государственности в современном виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост. Это все эти вопросы. Если вернуться к Макрону, может быть, он решил таким образом отомстить России за то, что мы наступили ему на хвост в Африке, а нам там нужно было стоять, бояться. Как-то он, наверное, не ожидал, что мы будем столь активны. Да, я думаю, что обида какая-то есть, но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему, мы не лезли в Африку, не выдавливали оттуда Францию. Но проблема в другом. Это небезозвестная группа Вагнер, она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказываем поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того. Мы никого не выдавливали, просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими эконом-операторами, хотели с ними работать, не хотели в чём-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны африканских наших друзей. Но за что на нас в этой связи обижаться, непонятно. Если независимое государство хочет развивать отношения со своими партнёрами из других стран, в том числе из России, хочет развивать отношения с Россией, мы их не трогали бывших французских колонизаторов в этих странах. Ну да, я даже говорю это без иронии, потому что во многих странах, где Франция исторически была метрополией, с ними не очень хотят иметь дела. Мы здесь ни при чём. Ну, так, наверное, так удобнее на кого-то обижаться, не видя при этом своих собственных проблем. Ну, может быть, может быть, такая острая реакция, достаточно эмоциональная со стороны французского президента, связана в том числе и с тем, что происходит в некоторых африканских государствах. Хотя я знаю и другие страны Африки, где спокойно относятся к французскому пребыванию и говорят, что да, нас устраивает, мы готовы с ними работать, но в некоторых странах не хотят. Ну, мы здесь ни при чём, мы никого там не подзуживаем, никого не настраиваем против Франции. Мы не ставим перед собой таких задач. У нас там, если по-честному сказать, общегосударственных общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим и всё. Они хотят с нами развить отношения. Ну, ради Бога. И мы идём им навстречу. Обижаться не на что. теперь во Франции говорят, что уже в отношении России не осталось никаких красных линий, нет ничего невозможного и всё возможно. И вообще хотят как-то с нами говорить на основе баланса силы, чего мы только не слышим из Франции, из Запада, из Литвы. В общем, какой-то такой хор не стройный, но враждебный. Но может быть и нам тоже пойти на нестандартное решение и в какой-то момент пригласить, обратиться за помощью к двухмиллионной северокорейской армии, например, в обмен на наш ядерный зонтик над половиной корейского полуострова. Почему бы и нет тогда? Ну, во-первых, у Корейской народно-демократической республики есть свой ядерный зонтик. Они у нас ни о чём не просили. Это первое. Второе. Нам, в принципе, как мы видим сегодня, по результатам того, что происходит на поле боя, мы справляемся с теми задачами, которые ставим перед собой. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий. Что касается малого государства Европы, ну что, мы, во-первых, относимся ко всем с уважением, несмотря ни на что, а во-вторых, вот когда они, эти малые государства, призывают ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе, допустим, войска вводить и так далее, это все-таки те государства, и они это понимают, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений. А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно и правильно. Ну, а вот все эти пляски с Германией, с Таврусами, значит, Шольц говорит, что мы не поставляем, есть силы, которые настаивают на то, чтобы поставлять Таврусы в Украине, англичане выступают со своей инициативой, давайте, мол, через Англию, транзитом мы готовы отправить, цель Крымский мост, генералы уже там планируют операции немецкие, как мы слышали, не только Крымский мост, но и военные базы, как они говорят, в глубине российской территории, кто-то уже говорит, что эти ракеты могут ударить по Кремлю, вообще не очень зарываются вообще в своих таких мечтаниях. Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых, во-вторых, нас стараются запугать. Там существует, что касается ФРГ, там существуют проблемы и конституционного характера, они правильно же говорят, а если это Таурус попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией, это нарушение Конституции Федеративной Республики Германии. Дело в том, что оппозиция ведёт себя ещё более агрессивно. Посмотрим, зачем они договорятся, мы и так внимательно следим за этим. Применяют английские и американские ракеты, это же не меняет ситуацию на поле боя, да, они просто наносят нам, конечно, ущерб, это очевидно, но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны. Мы сейчас слышим, что у них в том же ФРГ. И ваши каналы, и иностранные каналы, и немецкие каналы показывают, сколько у них, сколько в неисправном состоянии, сколько требуют доработки, модернизации и так далее. Пусть работают, но, как вы правильно сказали, существуют какие-то вещи, на которые меня должны подумать. Кто поумнеет, тот задумывается. А вот новые члены НАТО Финляндии, Швеция, вообще, что на что они променяли? Вот министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем тут вдруг заявил туркам, что Швеция против того, чтобы базы НАТО были на территории Швеции. Что они не поняли, куда вступили вообще? Что с ними произошло? Это у них, надо спросить, я не знаю. У нас достаточно добрые отношения, стабильные отношения были с этими странами. И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это даёт определённые преимущества, хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряжённость в той же Европе. С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения, просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориально, я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда всё убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно, я откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Но, тем не менее, им решать они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут, не было там систем поражения, теперь появятся. Вот зачем? У нас экономические отношения были очень хорошими, они пользовались нашим рынком, мы у них много покупали, чего плохого в этом. Но теперь ситуация поменяется, со своими многими товарами на других рынках они не очень нужны, наши недополучают. Я не понимаю. Ну, тем временем в США идут. это бытовая вещь, но, тем не менее, в последние годы там же и в Хельсинки, тем более в приграничных районах Финляндии, там принимали рубли российские, в том числе и в Хельсинки, в крупных супермаркетах. Можно было покупать за рубли товары, какие хочешь. Там все объявления на русском кругом. Сейчас там приграничье просто банкротится. да, но я почему говорю, но это, с другой стороны, это с точки зрения экономики очень хорошо, цены на недвижимость держались достаточно на хорошем уровне, с точки зрения экономики хорошо, но были, видимо, силы, которые, ну, такие совсем уж права, консервативные, националистические, которым это не очень нравилось, такое сближение с Россией. Некоторые даже считали, что это избыточно, что это русские там дома покупают, квартиры покупают, здесь кругом у нас все на русском языке. Ну, вот на бытовом уровне, я даже не то, что думаю, я знаю, на бытовом уровне начала подрастать, начала подрастать такая русофобия. Может быть, и некоторые политические силы внутри страны решили воспользоваться этим, как бы, креном бытовым. Может быть.